Город Хулун-Буир, автономного района внутренней Монголии, встретил группу из более чем 1600 российских школьников. Они наследились красивыми пейзажами, посногомлись с местной культурой и попробовали традиционное блюдо. Ребята из России провели в Китае 5 дней. Подробности у мать коллег. Мировой антифашистский военный мемориальный сад в районе Хайлар города Хулун-Буир. Первая точка пятидневного тура для российских школьников. Здесь в 1945 году произошло одно из самых кровопролитных сражений финального этапа Второй мировой войны. Бой за маньчжурскую крепость Хайлар, которая тогда находилась в японской оккупации. Ребята возложили цветы к памятнику павшим героям, среди которых много советских солдат. А также посетили исторический музей. Мы приехали в музей, чтобы узнать, какие национальности были. То есть как русские, Дарья. Сейчас в Китае очень много интересного происходит. И мы хотим узнать, что происходило до нашего времени в Китае. В Национальном музее Хулун-Буира ребятам рассказали историю развития китайской цивилизации. И познакомили с особенностями культуры внутренней Монголии. Ученики средней школы Хулун-Буира подготовили целую программу для юных туристов из России с традиционными песнями и танцами. А продолжился тур теплым приемом дома у местных жителей. Мы включили посещение местной школы в программу, чтобы школьники из России познакомились со своими ровесниками из Китая. Кроме того, чтобы ребята поближе познакомились с бытом местных жителей и еще больше прониклись культурой Китая, мы показали им, как живет обычная китайская семья. Мы хотим и дальше развивать местные туристические маршруты, чтобы привлечь больше иностранных путешественников. Для этого будем совершенствовать инфраструктуру, улучшать условия проживания для туристов, развивать сферы общественного питания, развлечений и шопинга. По словам чиновников, Хулун-Буири активно развивают индустрию пограничного туризма, создают новые маршруты и программы для путешественников из России, тем самым укрепляя культурный обмен и дружбу между странами.